Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим о вопросах безопасности, которые являются, естественно, очень важными. Никуда мы от безопасности не уходим, поскольку как только мы начинаем внедрять новые простые для клиента решения и доступные, мы сталкиваемся и в том числе с безопасностью. Итак, мы рассмотрим классификацию средств защиты применительно, естественно, к банкоматам и платежным терминалам. Я расскажу про три новых продукта, которые являются, можно сказать, инновационными для российского рынка и сделаем небольшое заключение. Итак, средства защиты. Средств защиты придумано, как известно, очень много. Это решения и аппаратные, и программные. Почему их так много? Как говорит один мой зарубежный коллега, в принципе, мы могли бы поставить на улице стол, положить на него пачки денег, положить рядом тетрадку. Я могу подойти, взять сколько надо, записаться Королев, 300 рублей, число, подпись. Фактически все остальное, все, что начинается с сейфа и так далее, это и есть безопасность. Условно мы можем разделить безопасность на три линии защиты. Первая линия защиты касается самого терминала. Как известно, она начинается с сейфа и заканчивается программными решениями, которые устанавливаются на сам терминал. Вторая линия защиты – это нечто новое для России, таких решений еще не было. Об этом решении я попозже расскажу. И третья линия защиты – это та линия, которая отвечает на вопрос, является ли уже прошедшая транзакция мошеннической. То есть, когда все предыдущие средства не сработали. Итак, первая линия защиты. Все средства рассматривать времени нет, естественно. Расскажу про самое новое, то, что с этого года пришло в Россию. Это прозрачное шифрование жесткого диска. Зачем это нужно? Начнем издалека. В Европе внедрили EMV повсеместно. Кардинг аннулировался. Но при этом службы разведки и службы безопасности, они докладывают о том, что уровень-то фроду, он остался тем же. То есть, фрод, он как подушка. В одном месте мы прижали, в другом месте это вылезло. Естественно, мошенникам нужно кормить свои семьи, и они изобретают совершенно новые методы. Что интересно, мы сейчас говорим о терминалах. На терминале установлено программное обеспечение на банкомате. Обычно это XFS уровень некий. Как вы думаете, сколько строк нужно для того, чтобы очистить полностью банкомат? Всего 16. 16 строк кода, и банкомат полностью пустой. Естественно, стандарт XFS открытый, поэтому теоретически кто угодно, подкованный человек, может это дело воспроизвести. В Европе что сейчас популярно? Воровство банкоматов, либо системных блоков банкоматов. Даже не с целью вытащить деньги из банкомата, а с целью провести реверс-инжиниринг, чтобы разобраться, какое программное обеспечение там установлено, и какие выгоды можно получить, разработав мошенническое ПО. Итак, что мы предлагаем? Мы предлагаем шифрование жесткого диска. Абсолютно прозрачное, и спроектированное специально для банкоматов. Подробнее мы можем рассказать на нашем стенде, поскольку время ограничено. Что получается, когда диск банкомата зашифрован? Получается, что реверс-инжинирить у нас уже нечего. Злоумышленник терпит фиаско. Условно говоря, как это происходит? Допустим, вытащили диск, пытаются… Сейчас мы… Видео работало, сейчас не работает. Ну, давайте не будем тратить время. В общем, условно скажу, что загрузившись даже с какого-то Linux диска, который вскрывает Windows пароли, просто дискового раздела становится не видно. Что еще новенького? Инженеры компании Winkernixdorf подумали о том, что мы можем использовать весь потенциал всех датчиков, которые используются у нас в отделении. То есть это различные датчики движения, картридер на входе, те датчики, которые стоят на банкомате и так далее. Опять-таки это из европейского опыта. Сейчас там популярно очень взрывать банкоматы. Что мы можем сделать? Мы можем понять, что дело происходит ночью, датчик движения сработал, это значит человек в отделении есть, а операции в банкомате нет. Очевидно, он хочет что-то совершить. В результате этого должен пойти сигнал тревоги в центр мониторинга, где его обработают и примут соответствующие меры. И давайте остановимся на последней линии защиты. Что делать, когда никакие средства не сработали, и транзакция уже прилетела? Нужно понять, мошенник совершил эту транзакцию, либо хозяин карты, счета, электронного кошелька, или чего бы то ни было еще. Допустим, у нас есть транзакция в Москве, через 4 часа совершается транзакция в Нью-Йорке, по той же самой карте. Естественно, тут нам очевидно, что это совершает не хозяин карты. А вот вопрос, что делать, например, с третьей операцией, которая совершена в онлайн-магазине. Во-первых, сможет ли наша система так быстро отреагировать, а во-вторых, надо все-таки и по ней принять решение. Это злоумышленник совершил, либо хозяин карты. 25% случаев, когда фрод совершается через несколько каналов, это известный факт. Опять-таки повторимся. Вот опыт Австралии. Они повсеместно внедрили EMV, сэкономили 10 миллионов долларов на фроде. Но при этом потери выросли на 20, потому что фродовые транзакции ушли в область карт Not Present. Поэтому, когда мы давим что-то одно, у нас вылезает что-то другое. И мы должны быть обязательно к этому готовы. Итак, такая система, какая она должна быть? Естественно, она должна работать со всеми каналами, и с интернет-банком, и с мобильным банком, и с карточками, со всем что угодно. 100% в реальном времени, никакой постобработки. Если транзакция пришла, мы мгновенно должны ответить, фрод это или не фрод. Поскольку если мы ее сначала одобрим, а потом будем анализировать, то смысла в этом большого нету, потому что фрод уже совершился. Естественно, нужно анализировать поведение клиента, как он работал с различными каналами, историю его операций и прочее. Обязательно система должна быть самообучаемой, поскольку это избавит нас от огромного количества рутинной работы, когда эксперты целиком и полностью придумывают модель принятия решений самостоятельно. Эту модель нужно уметь быстро редактировать и очень быстро внедрять, поскольку фродовые паттерны постоянно меняются, мошенники постоянно изобретают новые схемы. Плюс хотелось бы иметь возможность проверить эту модель на неком виртуальном окружении, и если нас все устраивает, то одним кликом внедрить. Минимизируем количество ложных срабатываний, делаем соответствие стандарту PCI DSS, получаем идеальную систему антифрода, а именно нашу. В целом схематично на эту систему заводятся все каналы. Эквайринг, банкоматы, платежи. Многие могут сказать, что в интернет-банке мошенничества у них нет, потому что используются одноразовые пароли, токены или иные средства защиты. Однако информацию о поведении клиента в интернет-банке также нужно использовать. Если, допустим, операцию клиент совершил по карте где-то в другой стране, но при этом в интернет-банке он сидел в своей стране, это одна ситуация. Если он авторизовался в интернет-банке, опять-таки в той же стране, где совершена операция по карте, это другая ситуация. Их надо различать. Поэтому здесь идет речь не столько о блокировке фрода в интернет-банкинге или мобильном банкинге, сколько о том, что мы должны использовать эту вспомогательную информацию. Процесс довольно-таки простой с виду. Прилетает операция в систему IRIS. IRIS согласно модели принятия решения ее анализирует и выдает ответ. Что с ней делать? Авторизовать, отклонить, расследовать, запросить дополнительную авторизацию и так далее. Визуально это выглядит приблизительно так. Желтенькие транзакции у нас идут из всех каналов, это оригинальные, а IRIS все, что нехорошее, он отсеивает. К чему это приводит? Это приводит к сокращению потерь минимально на 60%, на 50%. Но это мы берем с запасом. Конечно, можно сделать и 60, и 70, и 80. Причем коэффициент ложных срабатываний у нашей системы очень привлекательный. Меньше 2 к 1 – это сверх достойный результат. Здесь можно подискутировать. Мы имеем процент попаданий, мы имеем коэффициент ложных срабатываний. Само собой, чем больше у нас попаданий, тем у нас больше коэффициент ложных срабатываний. Здесь следует отметить, что, допустим, штаб-квартира у нас имеет внедрение, одно из внедрений IRIS во Франции. Во Франции среднее количество карт на одного человека, это 1,2 карты, плюс к тому они дебетовые. Соответственно, для них очень критичный параметр – это ложные срабатывания. Поскольку если мы человека случайно лишили доступа к его деньгам, это весьма плохо. В Америке другая ситуация. Там среднее количество карт 5 на человека, большинство из них кредитные. Поэтому там мы не сильно заботимся о коэффициенте ложных срабатываний, там мы заботимся в основном о проценте попаданий. Какое преимущество дает система IRIS? В нашей системе на самом деле все эти проценты попаданий и ложные срабатывания – это не выходные параметры, а это входные параметры модели. IRIS может придумывать правила самостоятельно. Мы лишь на начальном этапе задаем ему ограничения. Допустим, мы хотим 85% попаданий и ложные срабатывания один к одному. В этом случае модель получится сложной. Но эти коэффициенты и проценты будут точно соответствовать нашим заданным значениям. Поэтому аналитики по ФРОДу имеют очень большую гибкость. Для каких-то каналов они могут сделать повыше ложные срабатывания. Для каких-то они могут сделать повыше процент попаданий. Опыт внедрения. Здесь стоит сказать, что у нас 90% европейского рынка. Из-за этого, естественно, систему принесли в Россию. И мы, скажем так, готовы полностью к внедрениям. Система рассчитана на гигантские нагрузки. Реально мы сейчас имеем в мире 12 инсталляций. Но через них обслуживаются более 650 банков, поскольку европейский опыт и американский он несколько другой. Они имеют крупных процессоров, через которые уже процессируются более мелкие банки. Как пример, понятный россиянину, любая покупка в магазине iTunes, это музыка, песни, книжки и прочее, любая покупка приложения на iPhone, эти операции проходят через нашу систему, анализируются. Можно представить себе объемы. Что касается России, сейчас мы завершаем внедрение у одного очень крупного клиента, у какого все узнают из пресс-релизов. Это почти 4,5 миллиарда операций в год. Это очень много. Плюс 20 миллиардов операций в год вспомогательных. Вспомогательная операция – это не финансовая операция, но та операция, которая помогает нам с принятием решения. Там может быть все, что угодно, вплоть до температуры процессора. Собственно, на следующей неделе завершается обучение русскоязычных специалистов, и на этом внедрение заканчивается. Поэтому вопрос извечно русский, что делать? Делать можно следующее. Если есть интерес в данной системе, имеет смысл рассматривать ее, если через вас проходит более 7,5 миллионов транзакций в год, как обосновать бизнес-кейс. Очень просто. Сначала вы присылаете нам транзакции с отметкой мошеннических за определенный период. Вторым шагом вы присылаете транзакции без отметки. Iris, согласно модели, которая создана нами, он производит отметки этих транзакций, копия отчета отдается клиенту. И третьим шагом мы делаем бизнес-кейс. То есть вы прекрасно понимаете, как система работает конкретно на вашем портфолио транзакций. Не на каком-то сферическом портфолио в вакууме, а именно вашем. Именно в ваших кредитных картах, именно в ваших дебетовых картах, интернет-банк, все что угодно. В частности, про российское внедрение, которое я говорил, там есть интересный фрод, это электронные кошельки, когда мошенническим образом аккумулируются средства на определенном электронном кошельке, дальше они расходятся на 100 кошельков неких других, с каждого кошелька из этой сотни еще на сотню, потом эти средства выводятся через электронные деньги, на карты и так далее. С таким фродом мы тоже боремся. То есть мы работаем со всеми каналами. В том числе мы можем анализировать и операции открытия электронных кошельков на предмет, какой кошелек открывается, мошеннический или нет. Открытие торговых точек. Мы можем посмотреть информацию по торговой точке и понять, с какой целью она открывается. Все это можно сделать, можно получить бизнес-кейс, можно получить конкретные цифры. Сколько вы сэкономите денег на пойманном фроде, плюс насколько у вас сократится нагрузка колл-центра, поскольку в этом плане Iris тоже представляет интерес. Он умеет группировать транзакции по схожим случаям. И когда человек, который расследует, который звонит клиенту, он звонит сразу по всем выловленным случаям, которые похожи друг на друга, а не так, что 14 человек в разное время звонят одному и тому же клиенту и 14 его операций начинают выяснять. Собственно, вот. Спасибо за внимание. Аплодисменты. Продолжение следует...